Привет! Топ-темой 5 июля 2022 года, конечно же, стало разрешение на выезд от военкомата. И Генштаб усиливал каждый день и каждый час, можно сказать, наши опасения, публикуя у себя в Фейсбуке информацию о том, что вот-вот мы сейчас всем запретим выезжать из области и из Украины без разрешения от военкомата. Друзья, в этом видео мы вот разберемся с тем, какая ситуация происходит в Украине на сегодняшний день, можно ли выезжать и какие у нас перспективы. Итак, можно ли выезжать из Украины без разрешения от военкомата? По факту мы не говорим сейчас о правовых основаниях, о законах, о приказах и прочем. Мы говорим о фактическом состоянии дел. По факту сегодня ночью люди, подписчики мои, пересекали границу и никто у них не просил вот этого разрешения. При этом еще позавчера на всеми любимой паланке уже военные отказывали в пропуске инвалидов без разрешения от военкомата. Но, подчеркиваю, эта паланка, они особенные. Вот, по всей остальной Украине, по сути, люди проезжали без проблем и было вчера несколько подписчиков, которые отписывались мне об этом и в том числе в ночь на 6 июля пересекали границу без разрешений. Что касается перемещения между областями, пока еще ни один человек не обратился с жалобой о том, что запрещено, его не пропустили из области в область. Поэтому, друзья, я, кстати, предлагаю сделать следующее. Вот давайте в комментариях под этим видео, если вы сталкиваетесь с тем, что вас не пропускают из одной области в другую или не выпускают из Украины, пожалуйста, помогите друг другу, напишите, в какой области, какой пункт пропуска произошла эта ситуация. А теперь о позитиве. В первую очередь хочу поблагодарить Игоря, который скинул мне видео, вчерашнее видео, это видео выступления президента, обращения президента в 132-й день войны. В этом видео, в конце этого видео президент дал нам определенную надежду. И вот, чтобы не пересказывать, да, что он сказал, давайте посмотрим. Сьогодні в суспільстві було багато суперечок щодо рішення Генштабу Збройних Сил України про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов'язаних призывників і резервистів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення. Є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві. Я доручив Міністру оборони, начальнику Генерального штабу, Головнокомандуючому Збройних Сил доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого. Одним з пунктів порядку денного. Я обіцяю народу з цим розібратись. І прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень. Слава Україні! Як ми видим, здесь президент внушил нам определенну надежду. Надежду на то, що вот этот разрешительний порядок виїзда із городов, із областей, із України, ну, разрешительний в тому смыслі, що только-лиш по разрешению от военкомата, може бути відмінен. Вот ми видим здесь, як чоловік, який скинув мені це відео, він правильно сказав, що здесь президент, ну, діляє хороєю ігру таку, по сути, іграє в доброго царя, який зараз выйдет і своїм указом все це відменить. Следім за новостями сьогодні. І, звісно, будемо з вами надіяться на те, що все-таки нам не потрібно буде ходити в военкомат, відстаивати там очереди. Це ж понятно, да, ми прекрасно с вами розуміємо, які сейчас очереди будуть в военкоматах, якщо все ринуться получати ці разрешення. А які пробки будуть на виїзде із областей, це просто космос. І, звісно, тут вопрос возникає, а що робити тим людям, яких там на завтра, на послезавтра, допустим, куплены уже ЖД-билеты, либо билеты на автотранспорт, да, а вони не дешевые. І здесь є надежда у мене все-таки, що после такого выступлення президента данний порядок, вот этот разрешительний порядок отменять, либо же хотя бы перенесуть на какой-то срок. І зарані государство объявит о том, що вот тогда там, условно говоря, с 1 августа там, или с 30 августа, неважно, будет, нужно будет получать разрешение от военкомата на выезд із України. Друзі, якщо ви считаєте, що інформація, яка дається на цьому каналі, она полезна, то поставте этому видео лайк, щоб його увидели як можна більше других людей. Подпишіться, щоб получати уведомления. А я напомню, що з вами був адвокат, кандидат юридических наук Олег Лукьянчиков. І я вам, конечно же, желаю здоров'я, удачі і скорейшого возвращення мира в ваші дому. Пока!